Здравствуйте, дорогие ребята! Весна – прекрасная пора, время пробуждения природы. Многие поэты посвящали свои стихотворения этому времени года, и сегодня мы познакомимся с одним из них. Отгадайте загадку, и вы узнаете название стихотворения. Будто снежный шар бела, По весне она цвела, Нежный запах источала, А когда пора настала, Разом сделалась она, Вся от ягоды черна. Черемуха. Написал это стихотворение Сергей Есенин. Сергей Александрович Есенин родился под Рязанью, в селе Константиново. Его мать и отец были простыми крестьянами. Воспитанием мальчика занимался дедушка. Именно он привил внуку любовь к природе. Свои стихи Сергей Есенин начал писать в 9 лет. С большой любовью Есенин писал о природе. Сегодня вы познакомитесь со стихотворением Сергея Есенина «Черемуха», которое научитесь читать выразительно, и картиной Станислава Жуковского «Весна в лесу». Составите рассказ по картинному плану. Откройте учебник на странице 73, и прочитайте значение слов в словаре. Поставьте видео на паузу. Закройте глаза и постарайтесь представить себе картину, описанную автором в стихотворении. Каким настроением хотел поделиться с нами поэт? Черемуха Сергей Есенин Черемуха душистая, с весною расцвела, И ветки золотистые, что кудри завела. Кругом роса медвяная сползает по коре, Под нею зелень пряная сияет в серебре. А рядом у проталинки в траве между корней Бежит струится маленький серебряный ручей. Черемуха душистая, развесившись, стоит, А зелень золотистая на солнышке горит. Ручей волной гремучию все ветки обдает, И вкратчиво под кручею ей песенки поет. Какое настроение хотел передать нам поэт? Поставьте видео на паузу. Из предложенных вариантов выберите подходящие слова. Поставьте видео на паузу, Обоснуйте свой выбор. Радостное, веселое, восторженное настроение Переполняло поэта, когда он любовался Черемухой и ручейком. Прочитайте стихотворение самостоятельно И представьте картины, описанные поэтом. Поставьте видео на паузу. Рассмотрите иллюстрацию на странице 72. Что бы вы дорисовали после прочтения стихотворения? Рассуждая, ставьте видео на паузу. Сергей Есенин описывает нам два объекта Черемуху и ручей, которыми он любуется и восхищается. Так и хочется на картине дорисовать солнышко и ручеек, Который берет свое начало с проталинки. Используя текст стихотворения, Подберите к данным словам определение. Поставьте видео на паузу. Проверьте себя. Поставьте видео на паузу. Сергей Есенин подобрал такие слова, Чтобы вы смогли более точно представить красоту увиденного. Подберите из стихотворения слова, Которые подходят под описание. Поставьте видео на паузу. Проверьте себя. Поставьте видео на паузу. Прочитайте вопрос номер 6 на странице 73. Рассуждая, поставьте видео на паузу. Сергей Есенин в этом стихотворении Любуется черемухой и ручьем, как живыми. Поэт использует слова действия. Завела, бежит, стоит, поет. Подумайте, как необходимо читать данное стихотворение? Быстро или неторопливо? Где увеличить темп? Рассуждая, поставьте видео на паузу. Стихотворение читайте неторопливо, Любуясь чудом, которое описал поэт. Увеличьте темп, где рассказывается о ручейке. Прочитайте стихотворение взрослым, Соблюдая паузы, передавая настроение автора. Поставьте видео на паузу. Откройте учебник на странице 74. Рассмотрите иллюстрации. Прочитайте слова помощники И, используя их, попробуйте составить рассказ «Пришла весна». Расскажите его взрослым. Поставьте видео на паузу. А сейчас загляните на форзу учебника И рассмотрите картину Станислава Жуковского «Весна в лесу». Ответьте на вопросы. Поставьте видео на паузу. Прочитайте описание картины Станислава Жуковского «Весна в лесу». И добавьте недостающие слова. Поставьте видео на паузу. Каждый день давайте любоваться И восхищаться природой, Красотой тех мест, где мы живем. Давайте же будем беречь и любить Каждую травинку, каждую бабочку, Все живое, что нас окружает.